Особое мнение на 101FM Про цены говорили и про людей Которые так или иначе реагируют На все происходящее в магазинах Вот вы для себя отметили Какой-то товар Не знаю там продукты Либо не продукты Что подорожало больше всего Вы знаете наверное подорожало все Потому что я иногда утром Заезжаю в магазин И весь коллектив Магазина судорожно Переписывает ценники Переписывает ценники Ну естественно это в сторону повышения У нас в сторону понижения Обычно мало что делается Несмотря на то что у нас в принципе И доллар и евро падает Да я хотела интересной российской закономерности Доллар растет цены растут Доллар падает цены тоже растут Цены тоже растут да Поэтому как бы подорожало все И конечно Ну мы реально все стали беднее То есть мы стали беднее Потому что на одну и ту же тысячу Которая была там Буквально не так давно И сейчас это совершенно Разный продуктовый набор Совершенно разный Поэтому особенно тяжело тем Кто там скажем Пенсионеры Которые получают пенсию Это социальные работники Какие-то Ну бюджет Там ну бюджетники нет конечно То есть я их никогда не Ну я имею ввиду бюджетники Это учителя врачи Которые так или иначе получают Не чиновников Да не чиновников А так или иначе Понятно что Все подрастает Поэтому Все становится Тяжелее Пришлось ли вам на чем-то экономить уже? Ну мне слава богу нет Ну как бы Не ну просто Люди Люди все равно Все считают деньги Так или иначе Стал видеть по крайней мере Если раньше допустим Дорожение там на руб на два Там мы Незаметно проходили Не видели То сейчас мы конечно Все это ощущаем И И видим Я просто знаю людей Которые там Ну отказываются от чего-то Вполне привычного То есть если раньше Они условно могли пойти В книжный магазин И купить какую-то книгу Да То сейчас они говорят Нет я лучше в интернете скачаю Потому что как-то уж Очень дорого все стало Лучше там Я эти деньги сберегу На дополнительные Какие-то продукты Ну вот это на самом деле Самая печаль Когда мы Начинаем экономить В том числе там На книгах На каком-то может быть Образовании дополнительным Детей кто-то начинает Экономить Еще что-то Поэтому Ну Все становится тяжелее Да Какие-то примерно Такие же ощущения Если мы говорим О том Что будет в перспективе Давайте мы Ну не знаю На примере Кировской области Подумаем Вот та история Которая сейчас Развивается в экономике И еще только Наверное развивается Мы еще не увидели Того что нас ждет Самого плохого Говорят что это К осени где-то Нас накроет Как вам кажется Вот какие сферы Кировской экономики Пострадают больше всего Ну я считаю Что так или иначе Будут затронуты Все сферы Будь это торговля Не важно чем там Пашинами Там Стройматериалами И так далее Потому что мы видим Что Стройок становится меньше Пашины становятся Каких-то Космических Цен И все эти Автосалоны Ну я не знаю Сколько они Погут существовать При таких ценах На автомобили В нашем Достаточно Небогатом городе Да Поэтому Так или иначе В каждом Давайте людей напугаем Какие цены Денис Ну вот сколько Сейчас машина стоит Ну машина Допустим Там Не знаю Иномарка Которая буквально Не так давно Стоила там Миллион Миллион двести Сейчас она там Три уже Поэтому Ну понятно Что это Большинство Становится Неподъемно И учитывая Что Цены Везде Подросли Поэтому уже Как бы люди Ну на этом точно Будут экономить И соответственно Спрос будет падать Это торговля Торговля Потом То что касается Жилья Ну тут Усилия Ну тут есть конечно Фактор И дорожение Строительных материалов Но Усилия наших властей Городских Привели к тому Что Цена на сегодняшний день У нас реально Как В ближнем Подмосковье То есть это там 5, 7, 6 километров От МКАД Серьезно? Да Ну 150 тысяч квадрат И в Подмосковье В любых городах Если вы посмотрите Там Балашиха Мытищи Люберцы Там Любые То есть Подольск Можно найти За такие деньги Не то что можно найти Можно купить В новостройке Точно Самое То же самое Поэтому Я не знаю Для чего это делается Ну вот Представьте Человек Выбирает Где жить Да То есть Либо Ну допустим Учитель Да То есть Зарплата учителя В Подмосковье Там 100 тысяч рублей Зарплата учителя В Кире Там 25 тысяч рублей Цена Квадратного метра Одинаковая Поэтому Понятно Что Люди будут Отсюда уезжать Я не говорю Про такие города Как нижние Цена 100 тысяч Мы уже Даже Обгоняем Понятно В центре Есть Эти же 150 Тем не менее Поэтому Усилие Вот Вот эти Бездарные Правления Вот наших Городских Властей Привело К тому Что у нас Там 2-3 стройки На весь город И поэтому Ну цены Вот такие Я думаю Я думаю Я думаю Ну осень Осень Ближе Знаете Что Есть претензии К администрации Нет На самом деле Нет В том числе Да Но Если бы Это было Так Как это Делалось Буквально Там Ну Скажем Как это Начиналось Да То есть Когда Строители Участвуют В социальной Сфере То есть Там Строят дом Там Передают Либо помещение Под поликлинику Как это Произошло Самое В Уронцево Там Либо Какую-то Площадку Под детский Садик Что в городе Нет Они за свой Счет Расселяют Котовят площадку Там И уже Котовое место Под строительство Детского сада В такой посильный Вклад Конечно Строители Должны Как бы Участвовать На мой взгляд И это Абсолютно Правильная История КРТ Его Как бы Развивать Но у нас КРТ Ну Какие у нас КРТ У нас в центре Города Стоят кварталы Там Не знаю Сгоревших Домов Из окон Администрации Вот Со стороны Карла Маркса Между Карла Маркса И Володарского Просто Шанхай Вот этих Деревяшек Стоит Которые там И сгоревшие И расселенные Уже Ну КРТ Никакого Мы не видим И таких Примеров На самом деле Полно Просто На мой взгляд Власть должна Всечески Содействовать Тому Чтобы Любое Движение В бизнесе Будь это В стройке Будь это Там Не знаю В торговле В производстве Чтобы это Приветствовалось И помогалось А не Делать столько Бюрократических Вот этих проблем Препонов Чтобы люди Там Не уходили В суды Не тратили Там Деньги Время Причем Годами Судятся Вот допустим Там Ну Есть объекты Да Поэтому Вот Для этого И нужна Власть Чтобы Всячески Бизнес Развивался У нас У нас Это Сегодня День То Что Мы Видим В Кире С точности Наоборот У нас Власть Видимо Ну То Что Касается Городской Да То есть Ну Ей кажется Что это Все ее И все Так Скажем Ей Принадлежит С чего-то Вдруг Не знаю Такие у них Мысли Ну То есть У нас Допустим Глава Администрации Уже Неоднократно На Думу Подает Суд Да То есть Ну Такой Нонсенс На самом Деле Когда Дума Является Его Работодателем И И работник Подает на Работодателя В суд Да Ну То есть Вот Такие Бредовые Истории Как бы Они Везде Полны Любой Любое Направление Если взять В администрации Да Которое Вот Казалось бы Можно Как-то Двигать Развивать Содействовать Какие-то Бизнесовые Истории Оно Просто Настолько Провалено Настолько Вообще Бездарно Там все Происходит Что Ну На мой Загляд Полный Ужас Ну Один из Примеров Да Допустим На комиссии По ЖКХ В апреле Мы Сама Обсуждали Строительство Остановки За 3 Миллиона 700 Ну Понятно Умная Остановка Так называемая Да Ничего там Умного Нет Это 24 Квадратных Метра Застекленного Помещения Ну Это Площадью Гараж Да Обычный Гараж Без Кондиционера Без Отопления Без Всего Что там Умного То есть Ну Зимой Там Будет Холодно Летом Там Будет Как Теплица Я так понимаю Что там Можно Телефоны Зарядить Да Какая Возможность Вы знаете В Казани Строят Подобные Остановки Они Стоят Полтора Миллиона Они там С кондиционерами С теплом Там И там Все Можно Зарядить И сделать Поэтому Понятно Что Все Как Обычно Это Может В Казани Строили Денис По старым Ценам В Казани Строят Ну Они Администрация Причем С этим Согласна Что да Действительно В Казани Строят По этим Деньгам Но Мы Часть Делаем На благоустройство Вокруг Этой Остановки Вот Поэтому Такое Вранье Постоянно Какое-то Под Вот Ну Какие-то Такие Истории На мой взгляд Это не схематозные Какие-то То есть Когда К примеру Первоначально Цена контракта Как она формировалась И вот мы На комиссии Приняли решение Контрольный счет На палатах Города Кирова Будет проверять Как формировалась Первоначально Цена Данного На эту остановку Конечно То есть Ну Это Бред То есть Там В два с половиной Раза почти В два раза Дороже Чем Там В соседнем регионе Причем В соседнем Регионе Такие остановки Строят За счет Бизнеса За счет Там Ну Там Это уже Торгового центра Ближайшего Который Заинтересован В этой остановке Еще какого-то Предприятия И так далее Мы не можем Даже содержать То что есть Город Ни на что Не способен Возьмите На Октябрьском Проспекте Остановка У Маяка Да Симпатичная Остановка Стеклянная Но Вся обклеена Улица Молодой Гвардии Да Которая Да Улица Молодой Гвардии Октябрьский проспект Вся обклеена Вся страшная И так далее Город Не может На сегодняшний день Выполнять Вот те чиновники Которые там сидят Они Ни один функционал Они просто Не вывозят Понимаете Они Ну Видимо Не способны Денис Смотрите Вот если к остановкам Обратиться Я вот Сколько я помню Вообще разговоров С тех времен Когда с остановок Убрали Киоски Да Помните Это была история Когда за каждую остановку Отвечал почти за каждый Владелец того киоска Который был соединен С павильоном Сколько нам говорили Мы уберем киоски Сделаем остановки Хорошие Да Город будет их содержать И вот Как убрали Я каждый год Слышу эти разговоры Давайте вернем бизнес Так может действительно Пора вернуть Не В Кире Порядка 600 остановок Вот еще раз Если вернуться К той остановке За 3 700 Вот они Помимо этой 3 700 Одной остановки Они Делают Вкладывая 500 тысяч рублей Делают 6 остановок То есть за 500 тысяч Они делают 6 остановок За полмиллиона А одну остановку Делают за 3 700 Мы неоднократно Говорили о том Что вы привлеките Вот сейчас Допустим Рекламный бизнес Да То есть Многие Пострадали Ну наверное В части Там может правильно Там с домов Снять вот эти баннеры Которые Закрывают Там Печальные фасады На некоторых домах Или там Какие-то Конструкции Там убрать Возможно это правильно И наверное Это как-то Нужно было делать Но вы Дайте Альтернативу Бизнесу Вы отдайте им Эти остановки Пусть они там Размещают рекламу Это и содержат Эти остановки В чистоте В порядке И будут как В Москве Подсвечивающие Остановки С рекламой И так далее Все Решения Можно таких Приводить Полно То есть Поставьте Вендингов Автоматы Поставьте Еще кто-то Кто будет Это содержать Вы тем самым Облегчите Нагрузку На бюджет Не надо будет Содержать И тратить На это деньги И Сама И И бизнесу Какой-то Будет Какое-то поле Деятельности А почему Не делают Как вам кажется Я думаю Что Первое Это Ну во-первых Содержание Остановок Это На мой взгляд Это Очень такая Мутная история В моем понимании В том Что они должны По контракту Они должны Сколько-то Рассмыться Вот я Например А сейчас Содержанием Остановок Кто занимается Подрядчик Который Убирает Город Да Я думаю Что Годома Быстрее Все там Отдан На какой-нибудь Субподряд Может быть Они Допустим По контракту Они должны Мыть эти остановки Кто-нибудь Видел в городе Как моют остановку Может они Это по ночам Делают Нет По ночам Делают И до утра Она становится Такая же грязная Что Поэтому Там Поэтому От этого Никто не отказывается И вот Ну Зачем отдавать Какие-то Вот Кормушки Когда Можно Просто через это Как бы Отмывать бюджет В моем понимании То есть Именно поэтому Не хотят Я думаю Что да Поэтому Самое Это первое Ну и второе Вот Кто сейчас Занимается Департамент Мы на следующей Думе Попросили Осипова Главу администрации Отчет Такой же Как по строительству Отчет О департаменте Самоэкономического развития И предпринимательства Вот Просто В цифрах Что было сделано Сколько предпринимателям Помогли Сколько Сколько Создано Новых Каких-то Бизнесов В городе В какие Проекты Само Втянули Это за За какой Период Ну С момента Его Вступления А Понятно Не так давно Ну То есть Это не за период Там Начиная с февраля Когда все посыпалось Да Нет За более длительный Понятно У них сейчас есть На все Отговорки Там пандемия Коронавирус Сейчас у них там еще Какие-то истории Да Поэтому У них всегда есть На все Как бы Какие-то Но вот То что На депутатском часе В апреле Нам Начальник Департамента Экономического развития И предпринимательства Рыбников Вещал Да Ну Вы знаете Там Мы создали Рабочую группу Мы провели Там 11 совещаний Мы создали Мы организовали Круглый стол Там квадратный стол Овальный стол Ну там Короче Одни Какие-то столы Организовывают А в конечном Итоге Результат Вот давайте Спросим бизнес Как он почувствовал Его может быть Позвали куда-то Сказали Там Предложили Какую-то Историю Давайте Займитесь этим Займитесь этим Тем самым Ну как бы Экономим Бюджетные деньги Отдав Ну к примеру Эти же остановки Мы экономим На содержание Остановки Мы даем бизнесу Громадное поле деятельности Которое Они там По крайней мере Не так сильно Возмущаются Что у них Где-то там С дома Сняли баннер У них появляются Другие площади Денис Ну слушайте Вот я сейчас подумала Как раз про остановки Вы говорите Что может быть Там какая-то Ну какой-то есть Корыстный интерес Или еще что-то А может быть Просто ведь это сделано Ну в том числе Для того Чтобы проще было Контролировать В чем контроль Нет У каждой остановки Будет какой-то арендатор За которым надо следить Как он там Ее содержит Там есть армия чиновников Там достаточно Двух человек Чтобы следить За всеми Остановками И давать тому или иному Там Держателю этих остановок Так скажем Арендатору Ну предписание Там не надлежит Да бизнес Сам будет заинтересован Нормально Содержать эту остановку Чтобы у него в данном месте Там продавалась реклама Или там А у бизнеса сейчас Деньги-то на это будут Вообще заинтересованы Ну будет Учитывая ситуацию Экономическую Не будет Но тем не менее Это Когда мы спрашиваем Ведутся ли какие-то разговоры Нет Ничего этого не происходит Это годами Из одной Ну из пустое в порожнее Переливается Заседания Совещания И так далее Ничего в городе На развитии Не делается Вообще То есть вот Будь Любую отрасль Мне дозовите Возьмите там Не знаю НТОшников Позовите Они говорят Вот допустим Они говорят У нас в администрации 80 мест Где можно поставить НТО Я говорю Вы когда создавали Эти 80 мест Вы общались С этими Владельцами Этого НТО Да сколько им Интересны Эти места То есть Бизнес Готов Они не враги Городу И если эти НТО Они за них так борются Значит они кому-то нужны То есть И туда люди ходят Соответственно Они готовы участвовать В жизни города Наверняка Я не знаю Правильно за них говорить Нет Но досколько я с ними общался Именно об этом Они говорят Мы готовы Благоустраивать вокруг Еще что-то делать Ну просто Людям нужны Понятные правила А не так Что мы сегодня сносим Сегодня нам свет не нравится Завтра нам Там место не нравится Или дали какое-то К примеру Место Где там Коммуникации проходят Талии предписания Приходят потом Говорят уходить И так далее Вот эта глупость Вот такая знаете Какая-то Даже не глупость Неуклюжесть Наверное Какая-то Она приводит к тому Что у нас Похлопаться Похлопаться Бизнес здесь И в конечном итоге Они уезжают В другие города Где Ну легче Понятнее И в принципе Может быть интереснее Это самое Самое на сегодняшний день Страшное в городе Что у нас отсюда Уезжают люди Вот это Мне кажется Самое Что мы его можем Там поменять Когда-то поменяется власть Когда-то там Придет кто-то другой Его могут прибрать Сделать Почистить Но если здесь Не будет людей Молодежи То в принципе Кто здесь будет жить Кто Кто будет отчислять НДФЛ Да Кто будет отчислять НДФЛ Кто будет пополнять бюджет И кто будет Вот делать Вот эти все Продвигать Развивать Там и так далее Ну вот слушайте Мы уже много лет Об этом говорим Да Вот Главы администрации Меняются А проблемы-то остаются Они не деваются никуда Так может просто людей нет Вы знаете Я на последнем Заседании Сказал На думе Что вот На сегодняшний день Мне кажется У нас Каждый следующий глава Администрации У нас хуже Ну реально То есть То есть И вот сейчас Мне Если такая тенденция Продолжится Мне сложно представить То будет после Осипова Поэтому Как бы На мой взгляд На мой взгляд Мое мнение Что Я считаю Что сейчас Хуже предыдущего Хуже даже Шульгина Который сейчас Там Под судебными делами Да Вот потому что Ну Мы все это видим Мы Просто Дороги Которые Уползают Каждый год Одни и те же дороги И там появляются ямы Ну неужели Как бы Ну вливая такие деньги Миллиарды Почему Почему постоянно Эти колодцы Почему эти Вот Выдолбленные Какие-то Вот Пробоины Вот даже По Карла Маркса Ешь От администрации Отъезжаешь Там Не доезжая Октября Такая ямина Вот Мне бы очень хотелось Чтобы каждый чиновник Возвращаясь с работы Просто В этой яме Колесо оставлял Может быть Тогда до него Дойдет Ездить по таким дорогам Просто некомфортно Вот Поэтому Там эти же Неухоженные деревья Там Стали подстригать Ну подстригли Ровно там Где пойдет Вот у нас Парад Да То есть До вечного огня Тут подстригли Там подстригли Ну в конечном итоге Никакой системности нет И вот так вот Везде какая-то Запущенность такая Знаете Это как вот дома То есть Ну там Все как-то раскидано Бардак какой-то А вот Просто прибраться Элементарно На это На мой взгляд Не так много денег Надо Просто чтобы Привести город Просто в порядок Фонд капремонта Который допустим Нам говорят Мы Готовимся К 650-летию Там Самого города Где эти деньги Деньги собрали Там Миллиарды Лежат на счетах А они Обесценили эти миллиарды Если раньше На эти миллиарды Можно было сделать Там К примеру Там 50 домов То сейчас Дай бог 20 Так вы просто Собрали деньги И просто ограбили людей Потому что Люди Не получат Эти блага Ну я не знаю То есть как бы В каждом Это не в каждом Я соглашусь Что в подобных городах Как Киров Действительно Они как бы Ну все Ну условно Давайте возьмем там Рязань Иваново Что там у нас еще есть Какие-то Пенза Пенза например Да Ну они Да Они подобные Но Проблемы наверное Везде там Примерно одинаковые Но Я считаю Что вот В Кирове Те очевидные вещи С тем бюджетом Мы же говорили о том Что бюджет На жителя города Он больше Чем на жителя Казани Мы же это Сколько раз говорили А в Казани Просто очень много Уже сделано Там меньше надо делать Чем в Кирове А в Кирове Просто не початый край Работы Чтобы весной Это не переделать Вы сделаете Одну Две Три улицы Один парк Один сквер Ну сделайте его Капитально Так чтобы он был На года Просто чтобы он был Ну вот Просто стоял Люди ходили И радовались Ведь именно Из этого складывается То есть у человека У нас допустим Как бы разница По этим же К примеру Учителям Да По зарплатам Но она же катастрофическая По сравнению С Московской областью Почему в Москве Получают Там 70-100 А у нас получают Там 20-25 Потому что в Москве Бюджет больше Чем в Кировской области Ну нет Они учат Таких же детей Ну да То есть как бы Ну то есть Это же тоже неправильно Тренера по спорту То есть взять там Не знаю Кировские цены И взять там Эти же Подмосковные Какие-нибудь спортшколы Там разница колоссальная Поэтому люди Отсюда Ну они Ну понятно Молодые специалисты Учителя Преподаватели Тренеры Они конечно Все будут уезжать Причем уезжают В том числе Из хороших школ Там Не знаю Абсолютно все школы Там КЭПЛ 28-я школа Все они так или иначе Сталкиваются с тем Что хорошие Допустим Там Преподаватели Которые готовы Там уехать Не все конечно Но есть Которые Просто берут И уезжают Из города Вот это Самая Самая такая Большая проблема Но нам по зарплатам Никогда не перебить Подмосковье И Москву И Евгений Надо делать так Чтобы учителя Были переравнены Там Ну К какому-то Государственному Ну там Федеральному бюджету Например С какими-то Региональными Корректировками Ну Тем более того Что плюс-минус Зарплата была Похожа Чтобы Вот Ну По сравнению Но это уже Федерального Масштаба Проблема Мне кажется На уровне города Ее не решить Понятно Ну Я имею ввиду И когда вот Зарплата Когда благоустройство Дороги Тротуары Вот человек выходит И видит Вот всю эту картинку Когда ему удобно Жить в этом городе Может быть Он и не поедет в Москву Чтобы полтора часа Тратить на дорогу В одну сторону Конечно Но для этого Нужно сделать Чтобы Вокруг Чтобы выходя В этот город Идя там По тротуарам И проезжая По дорогам Чтобы он Чувствовал Что он Действительно Тут есть власть Тут Есть какая-то Забота Что его деньги Которые он В числе Отведя налогов Куда-то Не разворовываются Идут в конкретные Какие-то там Благоустройства И так далее Денис Я не готов Это говорить Потому что Еще не было Той истории Которая На практике Мы не видели Как это работает На практике Мы не видели Как это функционирует И кому будут выносить Тому Кто будет стараться Что-то делать И возражать Например И возражать Спорить Или Тому Кто действительно Вот такие Как вот сейчас Например Да То есть А так Конечно Я считаю Что у Главы региона Должны быть Если ему Доверили Там в том числе Жители Доверили Управлять Данным регионом Конечно У него должны быть Рычаги На Давление Какого-то На администрацию Причем На все На всех Глав администрации Будь это Там не знаю Чепец Киров Там Слобоской Мне кажется На все Абсолютно Но это Опять же Получается Какая-то Очень жесткая Вертикаль Нет Ну Я не знаю Я считаю Что вообще Все эти истории Там знаете С назначением С вотумами Недоверия Она какая-то Такая Я считаю Что надо Сделать Просто Выборы Как это Было Раньше И Чтобы Горожане Ну Только Как бы Активно К этому Подходили И выбирали Сами Се Там Мэра Города Тогда Наверное Будет Какая-то У него Ответственность И перед Людьми И Наверное Ну По крайней мере Если мы Все ошибемся Так это Будет наша Ошибка А не чья Мне кажется Мне кажется Эту историю С выборами Мэра Прямыми Уже Похоронили Я думаю Что да На ближайшее Время Несмотря На то Что столько Было Сказано Вокруг Этого Вопроса Ну Мы за Прямые Выборы Однозначно Потому что Я считаю Если мы Выбираем Президента Мы выбираем Губернатора Почему мы Не можем Выбрать Мэра Вообще Странная История Почему-то Вдруг Нам Начинает Объяснять Что Что Тут Много Будет Популизма И поэтому Мы там Не разберемся С чего Вдруг Почему мы Президента Выбираем Губернатора Выбираем Мы как-то Можем Разобраться А тут Мы не Разберемся Непонятно Для меня Денис Ерохин В нашей студии Депутат Кировской Городской Думы Уходим Сейчас на рекламу После рекламы Вернемся И продолжим Особое мнение На 101 ФМ Программа Особое мнение Продолжается Напоминаю В нашей студии Депутат Кировской Городской Думы Денис Ерохин Про городские Темы Поговорим Про устав Говорили Про изменения В устав Кировской Области Про то Что у Губернатора У главы Региона Появится Возможность Некоторым Образом Выражать Вотум Недоверие Руководителям Муниципалитетов И вот Сам факт Того Что Глава Региона Может оставаться На своем посту Более двух лет Как вы его Расцениваете Это вообще Ссылка Такая Пожизненная Для губернаторов Будет Или это Будет Что-то Другое Более Что Двух Сроков Да Более Двух Сроков Подряд Ну Я считаю Не знаю Я считаю Должна быть Сменяемость 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 Власти Везде И Будь это Депутаты Будь это Губернаторы Главы Администрации Потому что Ну По крайней мере Это Какое-то Ну Нововидение Да То есть Если там Человек Правит регионом Будь это Городом Там Не важно Больше Десяти лет Ну Мне кажется У него уже Многие вещи Просто замыливаются Автоматически Там Взгляд на какие-то Вещи Поэтому Все равно Так или иначе Я думаю Что должна быть Сменяемость То есть Человек В Кировской Власти Не задержится Дольше чем На 10 лет Тяжело это Ну У нас По практике Тут Долго-то Сильно Вообще Никто не задерживается Вот Будь это Вице-губернатор Будь это Глава администрации Будь это Еще кто-то То есть Там Как бы Органы Тут У нас В принципе Умеют Умеют работать Поэтому Я думаю Что Последнее время Да Мы видим Исход Исход Не в министерство Наверх Рост по карьерной Лестнице Совсем иные Примеры Совсем иные Там Не знаю По другой лестнице Наверное Будут расти Вот Поэтому Я думаю Что Очень бы хотелось Видеть Того человека Который Здесь будет Созидать Который Здесь будет Что-то Делать Который Будет Биться Реально За регион За восстановление Этого региона Но Возможно ли Это будет Спустя 10-15 лет Когда Здесь В принципе Так скажем Массово Будет уезжать Молодежь И Любой Бизнес Приходящий Он в том числе В первую очередь Оценивает Количество Так скажем Сотрудников Которые Там Можно привлечь В этот бизнес Поэтому Когда Будет Большинство Там Запенсионный Или Предпенсионного Возраста Или пенсионный Возраст То Понятно Что Никакой бизнес Здесь Складываться Не будет И развиваться Ничего не будет Поэтому Вот это Самое Печальное То что Сейчас Делается Ну Я считаю Что Как раз Какое-то Вот Такое На Делается То Чтобы люди Реально Отсюда Уезжали Ну Вот Все Вот администрация Допустим Городская Но они же Специально это делают Они же Мне кажется Не хотят Такого Такой Судьбы Нашему городу Нашему региону Ну Может не хотят Может у них Это получается Ну там кто То есть Давайте там Реально Кто сейчас Допустим Департаменты Возглавляет Кто Допустим Зам Глав Администрации Ну кто эти люди Мы же прекрасно Все тут Знаем Кто чего Откуда пришел И как Поэтому Ну Говорить там О каких-то Профессиональных Качествах Ну Я считаю Что это Нет Я не знаю Денис Вот С одной стороны Критиковать Конечно Можно С другой стороны Я не вижу Вот честно Где брать людей В таком количестве Которые готовы Были бы Командой Работать И Предотвращать Тот ужас Который вы рисуете Через 10-15 лет Молодежи не будет И Киров превратится В город пенсионеров Я вот вам могу сказать Вот просто пример Да То есть Я не так давно Ехал в поезде В Москву В купе Человек со мной Ехал Он закончил ФМЛ наш И на вопрос А сколько С Кирой осталось Из класса Он говорит Два Вот Ну вот вам Пример Это Те умные Ребята Там Закончившие Наши Допустим Там Деплохие Учебные Хорошие учебные Заведения Как там ФМЛ Клен Кэпл То есть Они отсюда Уезжают То есть Они уезжают И соответственно Поступают Там в другие регионы На самом деле Мало кто возвращается Но там же перспектив больше Наверное всегда Ведь так было Ну да Но мы с кем Здесь будем делать Экономику С кем мы здесь Что будем развивать Если мы не остановим Вот этот Отток населения Для этого Здесь нужно В первую очередь Создавать условия Для бизнеса Чтобы бизнес Был заинтересован Хотя бы Эти же Дологовые ставки Понижать То есть Понижать Не выборочно Как это делается Сейчас Еще не каждый Под нее попадет Определенный объем От определенной Деятельности Должен быть И так далее А именно Понижать Как это сделано В Коми Например В два раза В отличие от нас Снижены ставки Как это сделано В Удмуртии Например То есть Чтобы бизнес Сюда ехал Чтобы людям Здесь было интересно Что-то сделать Создавать Не знаю Производство Там Да все что угодно Ну приняли же ведь Вот эту историю Для перебежчиков Что называется Да Пониженные ставки По ОСН Ну вы знаете Там Кто считается Перебежчиком Как это Перебежчиком Это приняли Опять же Как бы на год То есть Опять же Никакой стабильности Без стабильности То есть Год Побыл здесь А потом В принципе Можно опять Убежать Я поэтому сказала Для перебежчиков Да Ну а как То есть Это не перебежчики Это бизнес Который пытается Оптимизировать Свои расходы Выжить пытается Да Если есть регионы На территории Российской Федерации Где Возможно Платить Меньше И это Законодательно Разрешено Так почему Причем здесь Осуждать бизнес Что он куда-то Является Каким-то Перебежчиком Он думает Я не осуждаю Для того Чтобы вложить Эти же деньги В этот же бизнес Вот и все В развитие свое Конечно Ну обидно Немножко тем Кто никуда Не уходил Да И тем не менее Никаких льгот Получается Недостоин Ну это же Дело каждого То есть Если кому-то Это Ну так скажем Комфортно То ради бог Еще одна Но шумевшая история Которая развивается Прямо сейчас Тоже она Корнями Из заседания Городской думы Вышла Что называется Да На последнем заседании Одобрили депутаты Выделение Бесплатно Помещений Для нескольких Социальных организаций В том числе Для организации Одиноких Нет Улица Подгорная 18 Выделили помещение Под размещение Социального центра Для работы С бездомными И там Малообеспеченными Гражданами И вот сейчас Мы уже видим Да Что есть определенные Противодействия Местных жителей Помещение Муниципальное Надо сказать По закону Не обязан был Город Согласовывать И как-то там Получать какое-то Разрешение У жителей Если я верно понимаю Но люди Тем не менее Недовольны Мы эту тему Сегодня После 12 Будем подробно Разбирать В развороте Но ваше мнение Я тоже хотела услышать С одной стороны Есть проблема Понятно Что проблему Бездомных людей Надо решать Не только Кормлением Раз в неделю Условно говоря Где-то в районе вокзала Не только Не знаю Лечением Еще чем-то Но и в том числе Социализацией И видимо Государство Пока не находит В себе сил Этим заниматься Подключаются Общественные организации С другой стороны И жителей Тоже можно понять Прекрасно Но опасения По крайней мере Потому что мы видели В других регионах России Подобную проблему Когда в Москве Например Заходила организация Ночлежка Которая до этого Давно работала В Петербурге И жители Какого-то из районов Тоже выходили С митингами С протестами И говорили Что не нужно нам Здесь В нашем районе Благополучным Вот этих вот людей Ну да Такой вопрос был Я воздерживался По данному вопросу Почему воздерживался Хотя изначально Я считаю Я был против Этой истории Но когда нас Один из депутатов Который проживает В этом доме Убедил Что он согласовал Всю эту историю С жителями Даже это Я все равно Даже после этого Воздержался Потому что я считаю Что недопустимо Размещение Таких организаций В жилых домах Рядом со спортивными школами И не учитывая Мнение жителей То есть Если даже Ну то есть Это недопустимо То есть В моем понимании Это Если кто-то хочет Заниматься этой деятельностью Должны быть отдельно Стоящее здание Желательно где-то Может быть На окраине города Ну смотрите На окраине города Не очень удобно Потому что люди Которые Не имеют денег Они вряд ли туда Доберутся Скажем так Да Ну тяжело С одного конца города Попасть на другой Наверное Можно там говорить о том Что таких центров Должно быть Несколько В разных районах города Но ведь вопрос То упирается Как раз в помещение Которым вы сказали Я считаю Что в жилых домах Это точно недопустимо Это мое мнение Тем более там Где гуляют дети Там где дети ходят Там в спортивную школу В этом доме Находится третья спортивная школа Поэтому Я считаю Это В каком случае Делать нельзя Насчет таких Организаций Да Наверное Если кто-то Хочет заниматься Этой деятельностью Наверное Они как бы Ну там И они Ну видят В этом смысл Видят какие-то Эти цели Но я считаю Самое главное Это не Кормить их Там К примеру Там где-то А именно Помогать Людей Выдергивать Из этой среды Социализировать Конечно Чтобы они Шли Там Не знаю Трудоустраивались Еще куда-то То есть Чтобы они Возвращались К нормальной жизни На вопрос Есть ли такая Статистика Вот у данной Организации Которая Так скажем Претендовала На это помещение Ну Мы ее не услышали Да То есть Сколько именно Людей было Социализировано То есть В моем понимании Там Кормить их Подстригать Там Мыть И дальше Не уходят А сама Куда-то обратно А потом снова Приходят Это знаете Это бесконечный Процесс Мы никогда Не это Надо именно Чтобы Создавать Те условия Чтобы они Как-то могли Возвращаться К реальной жизни Безусловно Если Самые люди Попадают В какие-то Сложные Жизненные ситуации Конечно Им надо помогать Общество И наверное Государство В какой-то мере Идти Встречу Помогать Но Как бы Тут надо Делить Вот этих людей Мне кажется На две категории Первая Это те Кто действительно Хочет вернуться И который Не может Самостоятельно Выбраться Из какой-то пропасти А второе Это те Кто Ну не хочет Вот им нравится Ходить бомжевать Вот эти По бочкам ползать И как бы Вот они К этому не хотят Вот тут вот Вот эта Грань Как это поделить Да То есть это Наверное Очень сложно Но помогать тем Кто хочет социализироваться Надо не Не в жилом доме Однозначно Не в жилом доме Которые можно выделить То есть здесь Я так понимаю Что это аренда Безвозмездная Ну Безвозмездная Ну Наверное Есть какие-то Отдельно стоящие Но в любом случае Надо как бы В них вкладывать Там и так далее Но Тут Предъявлять Что город Обязательно Должен что-то Выделить Город может Выделить А может Не выделить То есть Если у них Нет подходящих Помещений То есть Он не обязан Точно Самокрив Выделять Да Вот мы там Помимо этой организации Выделяли там Красному кресту Там Те Кто Занимается Детьми Безусловно Это конечно Надо там Как можно удобнее По локации Там И так далее То есть это Люди занимаются Понятной деятельностью И Это очень здорово Когда есть такие Те равнодушные люди Которые берут Какую-то тему Какую-то историю И Помогают Там Тем или иным Категориям Даших граждан Да А тут Я считаю Что Я говорю Тут Есть вот Из этой части У нас очень много Таких центров И Вот Я считаю Что их Просто очень четко Разделять Поэтому Где там Действительно Какая-то помощь А где Действительно Просто Вот эта Кормежка Бесконечная Там Одевание И опять Человек ушел Там У некоторых Просто нет желания Работать И поэтому Ну как мы Социализируем Не знаю Поэтому Тут Как бы Ну Это точно Где должно быть В жилом доме Денис Ерохин Депутат Кировской Городской думы О ситуации На Подгорной 18 Еще раз Мы эту тему Будем разбирать Сегодня После 12 часов Екатерина Арбузова Руководитель Организации В нашей студии Будет Собственно По последней Там информации Насколько я понимаю Более 200 жителей Дома уже Собрали подписи И хотят Отнести их Видимо В администрацию Да Против Высказываются Размещение Этой организации Посмотрим После этого Сами Не захотят Там Заходиться Потому что Ну это тяжело Конечно Это правда Но как решить Эту проблему Я пока Честно говоря Другое помещение Если в городе Что-то есть То конечно Помогать Предоставлять Спасибо большое Денису Ирохин Депутату Кировской Городской Думы Особое мнение Мы на этом заканчиваем Через 15 минут Вернемся Дневным разворотом Особое мнение На 101FM